Здравствуйте дорогие друзья! Вас приветствует видеоканал Цейгаус, канал для любителей военной истории. Если вам понравился ролик, не забывайте ставить лайк и подписываться. Дорогие наши зрители и подписчики! Санкции докатились и до нашего канала. Монетизация отключена. Несколько лет наша команда выпускала для вас по 2-3 ролика в день в формате тележурнала. Теперь нам нужна ваша помощь. На экране вы видите номер карты Сбербанка, на которую вы можете сделать перевод. Кто сколько сможет. Массовые мотоциклы в европейских армиях начали использоваться уже в годы Первой мировой войны. Однако в России они применялись более чем скромно. Это было вызвано отсутствием отечественной техники и слабостью промышленности дореволюционной России. Не улучшилась ситуация и в 20-е годы. В молодой Советской Республике было не до массового производства мотоциклов. Бурный рост количества мотоциклов Красной Армии начался в 30-е. Именно тогда идеи по моторизации армии начали воплощаться в жизнь. И началось массовое производство отечественных машин. В первую очередь для нужд армии. Как средство связи и разведки, мотоциклетные подразделения и отдельные мотоциклисты вводятся в это время в состав многих частей и соединений. Но главный потребитель – автобронетанковые войска. Так, например, при составлении штата нового механизированного корпуса в 35-м году предусматривалось насыщение его мотоциклами. Были введены мотоциклетные взводы в батальон связи корпуса и в отдельный танковый батальон. Мотоциклетный взвод в разведывательной роте. Мотоциклетное отделение в роте связи мехбригады. Впрочем, несмотря на рост количества мотоциклов, темп ввода мотоциклов в штаты соединений превышал наличие машин в Красной Армии. Так что принципы их боевого использования рекомендовалось отрабатывать на самокатах. Так в то время назывались велосипеды. Проблем добавляло также включение мотоциклов в штаты нетанковых частей. В то время как техники не хватало для укомплектования автобронетанковых войск. Так, например, начальник автобронетанкового управления Павлов просил 11 февраля 40-го года начальника генштаба исключить мотоциклы из штатов лыжных батальонов, сформированных для фронта, ввиду невозможности их укомплектования. Стоит отметить, что формирования, о которых шла речь, носили ограниченный характер. Так как создававшиеся структуры были лишь небольшими подразделениями в составе разведывательных и прочих частей. Однако к концу 1939 года командование РККА пришло к выводу о необходимости иметь отдельные мотоциклетные части. Впервые четыре мотоциклетных батальона, намечавшихся к формированию, упоминаются в докладе НКО от 23 октября 1939 года. Предлагалось сформировать в танковых войсках четыре мотоциклетных батальона по 600 человек. Воплощено в жизнь это решение было только в феврале 1940 года, когда были сформированы первые три мотоциклетных батальона. Первый в Московском военном округе, второй в Киевском и третий в Белорусском особым военном округе. Стоит отметить, что эти мотоциклетные батальоны относились к стрелковым, а не к танковым войскам. Качественно новый этап развития мотоциклетных частей начался летом 1940 года. В июне-июле 1940 года формируются первые восемь механизированных корпусов новой организации по 1107 танков. В состав каждого мех корпуса включался мотоциклетный полк, который находился непосредственно в подчинении командира корпуса и который в руках командира корпуса являлся средством преследования при наступлении, обеспечения при действиях корпуса на широком фронте и поддержкой дивизий, входящих в состав корпуса. Полк состоял из трех мотоциклетных батальонов и по штату номер 10-23 имел 1685 человек личного состава, 731 мотоцикл, 27 50-мм минометов, 81 ручной пулемет, 73 автомашины, 5 радиостанций. Мотоциклетный полк, штат номер 10-23 от 9 июня 1940 года. В мотоциклетном полку три мотоциклетных батальона, в каждом по три роты. В каждой роте по три мотоциклетных взвода. В каждом взводе по три мотоциклетных отделения. В каждом отделении по 11 человек, 6 мотоциклов с коляской, 6 ручных пулеметов. Минометное отделение. Один 50-мм миномет, три мотоцикла с коляской, 3 ручных пулемета. Всего в мотоциклетном полку 1685 человек личного состава, 731 мотоцикл, 704 с коляской, 34 без коляски, 27 50-мм минометов, 81 ручной пулемет, 73 автомобиля. О задачах мотоциклетного полка в составе механизированного корпуса говорил командующий с западным особым военным округом генерал-полковник Павлов на совещании высшего руководящего состава РКК. Я должен отдельно остановиться на наличии в корпусе мотоциклетного полка. Задача этого мото-полка, как только представится возможность выброситься, перехватить пути отхода противника, подорвать мосты, захватить дефиле и действовать по сковыванию противника до тех пор, пока будет подготовлен основной удар корпуса. Говорить о том, в какой мере мотоциклетный полк сможет быть быстроподвижным еще рановато. Пока же опыт использования мотоциклетных частей на западе оправдал себя. И говорить, что мотоциклетный полк не подходит для выполнения указанных выше задач, я бы не рискнул. Здесь необходимо отметить слова про опыт использования на западе. Мотоциклетные полки в Красной Армии появились в подражании мотоциклетным частям германской армии, которые, как считало наше командование, хорошо себя показали в Польше и во Франции. Но при этом не учитывался тот факт, что только вооруженные силы Германии в 34-40-х годах поступило 123 249 мотоцикла. В то время как в Красной Армии имелось на порядок меньше мотоциклов, а наставление мотоциклетных войск было издано только летом 41-го года. Хотя разработка началась еще до войны. В войсках довольствовались временными инструкциями. Например, такие указания по использованию мотоциклетных полков были изданы на Юго-Западном фронте. Пункт А. Мотоциклетный полк может применяться как централизованно в составе полка, так и группами до роты включительно. Пункт Б. Централизованно полк может применяться 1. В наступательном бою в качестве передового отряда, усиленного артиллерией и танками, для захвата определенного рубежа. 2. Вести наступательные действия на поспешно укрепившегося противника, усилив мотоциклетный полк танковыми подразделениями. 3. Подразделения полка могут находиться в руках командования как подвижный резерв. И как только на фронте образуется брешь, эти подразделения выбрасываются для развития успеха и выхода в тыл противника. 4. Мотоциклетные части совместно с танковыми частями могут применяться на флангах с целью своими действиями обеспечить захват и удержание важных пунктов до подхода пехоты. 5. Основная их задача – выход в тыл противника и дезорганизация его. 6. Широко применять комбинированные группы в составе взвода танков, роты мотоциклистов и двух-трех противотанковых орудий с задачей прорвать брешь в обороне противника и выйти в его тыл, уничтожая живую силу, подрыв мостов, прорыв связи, уничтожение штабов. 7. Действия мотоциклетных подразделений должны быть дерзкими, инициативными, хитрыми и вводить в заблуждение и создавать панику в тылу врага. 8. Весной 1941 года началось формирование механизированных корпусов третьей волны, номера корпусов с 10 по 30. Все они имели в своем составе мотоциклетные полки. Кроме того, был сформирован 32-й мотоциклетный полк для 9-го мехкорпуса второй волны, который не получил его в ноябре 1940-го, и два запасных мотоциклетных полка – 14-й и 15-й. 9. Директивы на формирование мехкорпусов были отданы 20 февраля 1941 года. Тогда же были изменены штаты мотоциклетного полка. Управления мотоциклетных батальонов расформировались. Вводились дополнительные подразделения – броневые и противотанковые. В этих изменениях явно прослеживаются предложения, озвученные генералом Вершининым на декабрьском совещании при обсуждении доклада Павлова. Если говорить об изменении, то добавление в мотоциклетный полк батальона броневиков и хотя бы несколько орудий ПТО. Мотоциклетный полк, штат номер 010-31 от 19 февраля 1941 года. В мотоциклетном полку – 4 мотоциклетные роты, в каждой 3 мотоциклетных взвода, в каждом 3 отделения, в каждом 16 человек, 5 пулеметов и 6 мотоциклов с коляской. Пулеметный взвод – 4 станковых пулемета, минометный взвод – 6 50-мм минометов, огнеметное отделение – 5 ранцевых огнеметов. Броневая рота, 17 средних бронеавтомобилей, противотанковая батарея, 6 45-мм противотанковых пушек. Всего в мотоциклетном полку – 1417 человек, 16 станковых и 192 ручных пулемета, 17 средних бронеавтомобилей, 389 мотоциклов с коляской, 45 мотоциклов без коляски, 6 45-мм орудий, 24 50-мм миномета, 20 ранцевых огнеметов, 63 автомобиля. По новому штату формировались мотоциклетные полки для мехкорпусов 2-й и 3-й волн, а также на него переводились все уже существующие мотоциклетные полки. Так, 9-й мотоциклетный полк перешел на новый штат приказом командира полка от 1 апреля 41-го года. Освободившиеся техника и личный состав обращались на укомплектование вновь сформированных полков. Для полного укомплектования по штатам 30 линейных мотоциклетных полков требовалось 13 020 мотоциклов, а полностью механизированных корпусов – более 45 000 мотоциклов. Чем же планировало вооружать мотоциклетные части командование армии? В РКК к 1 января 41-го года имелось всего 11 451 мотоцикл. В основном это были Таганрогские ТИС АМ-600, Подольские ПМЗ А-750, Ленинградские Л-300 и Ижевские ИШ-7. И темпы их выпуска были невысоки. Однако в связи с запуском производства в 41-м году нового мотоцикла М72, копии немецкого BMW R71, планы промышленности резко изменили в сторону увеличения. В 41-м году заводы должны были дать уже 24 000 мотоциклов, а в 42-м году создать новые мощности, способные производить до 40 000 мотоциклов в год. К лету 41-го года планы увеличились еще больше. В 41-м году промышленность должна была дать 42 500, в 42-м – 90 000 мотоциклов. В основном это были М72, для производства которых строились новые заводы и перепрофилировались старые. Столь грандиозные планы не смогли воплотить в жизнь. К началу войны в мехкорпусах пяти приграничных округах находилось всего 5 524 мотоцикла. Подготовка командных кадров для мотоциклетных частей, командиров мотоциклетных взводов, осуществлялась в двух автомобильных училищах. Первое было сформировано в декабре 39-го года, как Борисовское автомобильное училище. К началу войны дислоцировалось в Гомеле, а в июле 41-го года эвакуировано в Горький, стало именоваться Первым Горьковским. Второе сформировано как Ордженикизеградское автомобильное училище. Уже 12 августа 41-го года в дополнение к ним было сформировано второе Горьковское авто-мотоциклетное училище. Всего к началу Великой Отечественной войны в Красной Армии имелось 32 мотоциклетных полка. Дополнительно к ним летом осенью 41-го года было сформировано еще 6 полков. Большинство из них в связи с большими потерями в личном составе и технике были расформированы. Оставшиеся вошли в состав танковых армий. Штат отдельного мотоциклетного батальона номер 010-432. В мотоциклетном батальоне 2 мотоциклетные роты. В каждой 3 взвода по 3 отделения. Всего 110 человек в роте. Танковая рота 10 танков. Рота бронетранспортеров 10 бронетранспортеров. Истребительно-противотанковая батарея. 4 45-мм пушки. Всего в мотоциклетном батальоне 10 танков, 10 бронетранспортеров, 111 мотоциклов, 451 человек. Штат отдельного мотоциклетного полка. За номером 010-433. В мотоциклетном полку. Мотоциклетный батальон. 2 мотоциклетные роты в каждой. 3 взвода по 3 отделения. Всего 110 человек в роте. Рота автоматчиков. 13 бронетранспортеров «Скаут». Истребительно-противотанковый дивизион. 2 батареи по 4 45-мм противотанковых пушки. Или 57-мм самоходных противотанковых установок в каждой. 1 батарея из 4 76-мм пушек. Танковая рота. 10 танков. Минометная рота. 9 82-мм минометов. Пулеметная рота. 12 станковых пулеметов. Всего в мотоциклетном полку. 1188 человек. 214 мотоциклов. 10 танков. 13 колесных бронетранспортеров «Скаут». 4 полугусеничных бронетранспортера. Американские М2. 1 гусеничный бронетранспортер. Английский универсал. 3 бронеавтомобиля. БА-64. 8 45-мм и 4 76-мм пушки. 9 82-мм минометов. Мотоциклетные части были практически единственными в Красной Армии, которым по штату полагалось иностранное вооружение. Танки почти в большинстве полков и батальонов были английские. Валентайн. Бронетранспортеры английский гусеничный универсал или американский колесный скаут. Американские полугусеничные бронетранспортеры М2 использовались для буксировки 76-мм пушек. Во многие полки вместо 45-мм пушек поступали американские самоходные 57-мм противотанковые установки на базе тех же полугусеничных бронетранспортеров. В пулеметной роте, как правило, станковые пулеметы были установлены на виллесах и превращены в мобильные установки. Кстати, мотоциклы, тем более в конце войны, обычно также были ленд-лизовские, обычно американские харлеи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!